так всем здравствуйте снова я на холме стою жду заката он по ходу уже произошел потому что здесь было прям как бы спецсветопредставление то в лесу еще шел вот эти облака они прям такие золотистые были я-то думал что там это за тучами солнца но видимо уже села там просто светлое было поэтому я немножко подождал и уже начал ну много трачу времени как бы на объяснение которые такие я сегодня хотел поговорить вообще про сегодня тема была про категорический императив канта самом-то деле ахахаха сейчас себя покажу в общем я в этой теме сильно то не соображал раньше вот когда учился на философском самом-то деле что самое интересное вообще не не врубался чё про чё кант пишет и так далее вот так трудно было читать а сейчас уже когда там прошло столько лет и там что-то как-то осознаешь ну и уже эту тему я преподавал в несколько раз самом-то деле именно категорический императив ну и там начинаешь что-то понимать вообще я соответственно хочу немножко про него что-то рассказать про категорический императив канта ну во первых что такое императив начать надо с этого императив это некоторое скажем так правило повеление какое-то которое ну скажем формально это какое-то правило просто причем правило моральное такое повеление что ты должен делать императивы бывают двух видов то есть бывает категорический императив а есть гипотетический императив гипотетический императив это императив вида например если ты хочешь а то надо сделать б вот это вот гипотетический императив то есть он зависит вот это просто какое-то причинно-следственная связь скажем так хочешь получить что-то сделать то-то вот там еще был гипотетический императив связанный со счастьем что если будешь делать так что станешь чтобы быть счастливым то надо делать что-то хотя там он уже не такой точный но тоже он как-то связан тоже с какой-то причиной непонятно для кого то есть для всех людей разное счастье получается и так далее счастливость в общем ну а гипотетический императив в отличие ой стоп категорический императив в отличие от гипотетического он как раз его специфика в том что он о солнце то появляется ничего си так я был прав она не села она сейчас появляется ха 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 я был не прав но да 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 ладно я тогда поднимусь все таки повыше так я немножко сюда посвечу в общем категорический императив это императив который не зависит от условий это безусловный императив то есть в отличие от категорического ну вот на пеньки стану и буду смотреть появление солнца рано начал слышите мог раньше позже начать не просто на место мало на телефоне а там солнце появляется да в общем категорический императив соответственно это например такое такое правило как не лги то есть это просто лгать это плохо и все вот постулируется такая вещь что в любом месте лгать нельзя потому что это просто плохо независимо от ситуации понятно что там чисто вот этические возникают могут возникать различные ситуации там когда ложь во благо но с точки зрения категорического императива вот нельзя врать и все вообще он определяется что ли там просто есть перевод причем несколько переводов потому что писал токант на немецком соответственно потом что переводился на английский наверное потом еще и на русский ну в общем понятно что там получается несколько переводов с ним с небольшими отличиями но просто эти отличия могут иметь значение в самом то деле как в любом определении он примерно определяется как это максимума которые которые необходимо следовать для того чтобы ну то есть и вам нужно при этом желать чтобы это этому этой максимуме следовали остальные люди тоже ну то есть человек накладывает на эту максимум максимуму так сказать интерсубъективность что ли какую-то что она должна быть всеобщей но понятно что на самом-то деле она может и не быть всеобщей в этом вся фишка вот этого вклада канта в самом-то деле в том что он попытался соединить в видеть воедино и субъективное и объективно объективно это вот интерсубъективное то что человек предполагает что это должны все так хотеть но поэтому но она понятно что она не объективная но она на стороне объективно а субъективно это то что этот человек именно так считает она понятно закат такое будет виде полосочки далеко я-то думал и причем довольно таки быстро произошел прошел эту тонкую тонкую тучку в общем закатную все таки посмотрели ну в общем дам соответственно в чем кант был прав вот реально ну и очевидно прав в том что он вот этот категорический императив он не зависит от условий от реальности в которой человек живет не зависит природы человека и так далее ну то есть это он так выводил сам то есть он зависит но как зависит тоже он там про это говорит что это такая когнитивная когнитивный феномен самом-то деле который возникает в голове человека но это я своими словами самом-то деле говорю которые вообще говоря не зависит от самого человека от природы человека но он существует то есть человек ему следует как он возникает честно говоря я вот сейчас сказать не могу сразу это надо там посмотреть но факт факт в том что да надо понимать что ну и соответственно надо понимать что вот в одной и той же ситуации категорический императив у разных людей может быть совсем другим ну и и